5 миллионов рублей. За эти же деньги можно где-то купить квартиру. В России совершенно иногда непонятно, откуда берется та или иная цена на квартиру. Поскольку этот рынок очень непрозрачный, то и все ситуации, как решать какие-то возникшие проблемы, они тоже очень неочевидны. Ты можешь предусмотреть все на свете, но совершенно невозможно спастись от каких-то неадекватных соседей. Дико сложно представить такую ситуацию в России, когда ты через мэрию будешь пытаться повлиять на собственника жилья. Привет, это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачашникова. И я, Наталья Чемпаладова. Привет. Наташа-то знала, что жители Стокгольма встают в очередь на аренду жилья аж с 18 лет, поскольку ждать освободившуюся квартиру в среднем приходится 7-10 лет? Ну, ничего себе нет, не знала, конечно. Но, наверное, жители Стокгольма, все-таки дожидаясь этого жилья, остаются довольными этим жильем и не переезжают из квартиры в квартиру раз в месяц, как иногда случается в России. Вообще интересно, а как устроен рынок аренды недвижимости российский? Какие подводные камни встречаются на этом пути? И как можно выкрутиться из неприятных ситуаций, связанных с арендой квартиры? Давай в этом разбираться, и нам в этом помогут президент Санкт-Петербургской палаты недвижимости Дмитрий Щегельский, адвокат Антон Ежов, руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Мор. Наша приятельница Юна. И наша подруга Лена, которая живет в Великобритании, арендует там жилье и расскажет, как там все это устроено. История аренды жилья, она уходит корнями в очень-очень далекое прошлое. Вот из любопытного, что я нашла, например, в Петербурге в 18 веке собственников жилья, тех, кто владел жильем, называли обывателями, а тех, кто снимал квартиры, называли жильцами. И любопытно, что по состоянию на первую половину 18 века, например, в городе тех, кто владел квартирами, то есть вот этих вот обывателей, насчитывалось чуть больше, чем 38 тысяч. При том, что все население города, по данным на 1750 год, составляло 75 тысяч человек. То есть практически половина петербуржцев владели жильем, и практически половина из них это жилье снимал. И, как пишут историки, такое соотношение, оно сохранялось практически до начала 20 века, до революции. Было бы, конечно, любопытно узнать, сколько людей сейчас снимают квартиры, и сколько, например, в той же Москве или в том же Санкт-Петербурге проживает собственников, а сколько нанимателей. Но сделать это практически невозможно, просто потому что этот рынок до сих пор остается непрозрачным. И вот, что по этому поводу рассказал Александр Моур. Рынок устроен хаотично. Его прозрачность тоже вызывает много вопросов, потому что часть людей, которые таким бизнесом занимаются, остается сегодня в тени. Все, что находится в тени, оно, как правило, имеет большие риски. И в данном случае то же самое. Люди, которые снимают жилье, они не всегда имеют юридическое образование, не знают, как это нужно делать, как этот рынок устроен. Очень много посредников, которые зарабатывают деньги, и в конечном итоге, если мы возьмем крупные города, то даже и очень большое мошенничество в этой связи существует. И люди платят деньги посредникам за подбор, за все что угодно, в конечном итоге так ничего не получают. Поэтому чем меньше здесь посредников, тем меньше, соответственно, и рисков. Есть прямые договоренности. Но многие, которые напрямую сдаются, стараются не заключать таких договоров, либо просто расписками, потому что если они находятся в зоне налогообложения, то, соответственно, такие договора для них потом чреваты последствиями. В общем, люди, так называемые наймодатели, они вовсе не заинтересованы очень часто в России заключать договоры, просто потому что не хотят платить налоги. Но от этого могут страдать как они, так и их арендаторы. Что еще, на мой взгляд, интересно, это то, что, по словам Дмитрия Щегельского, вот за те почти 30 лет, начиная с 1992 года, когда вот и вступил в силу закона приватизации жилья, и его стало можно продавать, сдавать, этот рынок, который находится в серой зоне, по большому счету, не изменился. Единственное, что изменилось за эти годы, это степень доступности информации. Понятно, что в 90-е годы все работало как сарафанное радио, спрашивали у знакомых, нет ли у вас там желающих сдать, снять. В прямом смысле этого слова размещали объявления на заборе, потом появились специальные газеты, где можно было размещать объявления. Сегодня это интернет. Но, как и 30 лет назад, так и сейчас, достаточно часто участники этих сделок прибегают к помощи риэлторов. То есть риэлтор помогает нанимателю и наймодателю найти друг друга и грамотно составить договор, соблюсти процедуру, проверить документы у, в первую очередь, наймодателя на объект недвижимости, ну и каким-то образом проверить нанимателя. Ну вот, кстати, Дмитрий Щегельский говорит, что за 30 лет мало что изменилось, а у меня ощущение, что вообще за пару столетий мало что изменилось. Потому что, опять же, небольшой привет из XVIII века. Правовые основы аренды жилья, они были закреплены в своде гражданских законов. И там, в частности, говорилось, что договоры, которые заключались то устно, то письменно, между теми, кто хотел снять жилье, и теми, кто им владел, в этих договорах прописывали только цену и срок аренды, в остальном же допускались всякие другие произвольные условия, законом не противные. Приблизительно так происходит и сейчас. Единственное, тут очень много вопросов к стоимости вот такого жилья, которое сдается в наем. Потому что вот в Канаде, например, повышение арендной платы происходит в соответствии с установленными правилами. И максимально допустимое повышение этой платы определяется ежегодно. В России совершенно иногда непонятно, откуда берется та или иная цена на квартиру. И я попросила Александра Мора пояснить, как это происходит. Вот что он рассказал. Единого принципа подхода формирования цены сегодня это не существует. На сегодняшний момент государство принимает решение, и в лице Дом РФ структуры создается уже прозрачный рынок арендного жилья. По типу доходных домов, только с государственным участием, где и будет формироваться социальная цена. Она будет рассчитываться как минимум. И вот этот момент может начать выравнивать цену. То есть, когда будет ключевой государственный игрок, который будет формировать повестку в создании такой цены, тогда и другие будут подтягиваться, потому что ты не сдашь квартиру дороже, если у государства она есть дешевле. На сегодняшний момент таких конкурентных структур не существует. Рынок сам выстраивает себя. Кто-то сдал за 20 тысяч рублей, грубо говоря, вместе. Кто-то рядом посмотрел, что это сдал за 20, он ставит себе тоже 20, 21, начинает торговаться. И так по цепочке формируется цена. Кто-то сказал в СМИ или еще где-то, что там подорожало квадратный метр чего-то, значит автоматически люди хотят зарабатывать, они поднимают эту стоимость. Фактического сговора нет, это массовый хаотичный рынок, но он за друг друга цепляясь, как раз плюс-минус создает ту самую ценовую позицию, которая сегодня есть. Мне, честно говоря, очень сомнительно, что смогут какие-то максимальные планки устанавливать или всех причесать под одну гребенку, потому что, например, если верить исследованиям ЦАН, самые дорогие арендные квартиры находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Одинцовском районе Московской области. Причем вот максимальная ежемесячная арендная ставка в Москве составила 5 миллионов рублей. За эту сумму можно снять трехуровневый пентхаус площадью 700 квадратных метров на Причистенке в центре Москвы. Ну, так было в 2020 году. Возможно, пандемия как-то повлияла на эту историю, но я сомневаюсь, что серьезно дешевле стало. То есть 5 миллионов рублей в месяц за аренду пентхауса. За эти же деньги можно где-то купить квартиру, даже где-то на окраине Москвы или в ближайшем Подмосковье. Тем не менее находятся люди, которые могут себе позволить снимать такую. Но вот в истории с арендой квартиры меня очень еще всегда волнует вопрос того, как урегулируются различные конфликты и споры, которые, возможно, возникают. Поскольку этот рынок очень непонятный, непрозрачный, то и все ситуации, как решать какие-то возникшие проблемы, они тоже очень неочевидны. Когда я снимала квартиру, это все происходило очень молниеносно. В духе сегодня утром я позвонила по объявлению, поговорила с риэлтором. Вечером мы договорились, что я приду посмотреть квартиру. Ну, визуально меня все устроило. И тут же я отнесла деньги, и мы заключили договор. То есть это все произошло в течение суток, даже меньше. При том, что мне нужно было на слово поверить человеку, что он владелец этой квартиры. Хотя мне было обещано, что если очень надо, мне пришлют документы о собственности и так далее. И вот в таких ситуациях не очень понятно, как все это регулируется. Ты знаешь, Наташа, тебе очень сильно повезло. Потому что один из наиболее распространенных способов мошенничества как раз и связан с тем, что квартиру сдает не собственник, который не показывает тебе никаких документов, подтверждающих, что это его квартира. И потом исчезает с деньгами, а к тебе является настоящий собственник и выгоняет тебя из этой квартиры совершенно законно. И вот еще какие способы обмана нанимателей и наймодателей используют в России, рассказывает Дмитрий Щегельский. За долгую историю рынка недвижимости, не поверите, способ отъема денег у нанимателя не изменился. Он строится в половине случаев на желании сэкономить нанимателя, на комиссии агента, и здесь появляются так называемые информационные агентства, компании, которые продают распечатку. И договор составлен таким образом, что в момент передачи денег считается, что услуги уже оказаны клиенту, но клиент, как правило, договор не вчитывается, не пытается понять суть вопроса, потому что он прекрасно видит. Вот тут надо риэлтору было бы заплатить 20 тысяч рублей, но после того, как ты заключил договор и заселился, а здесь не надо платить 20 тысяч, нужно отдать сейчас 7 тысяч рублей, ну и тут очевидная экономия. Правда, ты еще не заселился. Вот в чем дело. Это первая история. Вторая история, это опять-таки она, как правило, плоскости, жадности самого нанимателя, заключается в том, что мошенники арендуют на короткий срок какое-то жилье и выставляют его в рекламу по цене ниже рыночной, в один прекрасный день устраивают у себя просмотр, а может быть даже несколько дней, собирают предоплаты, заключают договоры, в общем, собирают со всех людей, которые приходят, какие-то деньги, ну и, естественно, потом исчезают. Как страдает наймодатель? Человек снимает квартиру и потом начинает ее пересдавать посуточно. Он может снять двухкомнатную квартиру, жить в одной комнате, а сдавать вторую комнату в поднаем. Часть денег отдавать наймодателю и остальную часть присваивать себе. Ну, в чем суть этой проблемы? В том, что наймодатель, когда сдавал эту квартиру, не хотел изначально, чтобы ее таким образом эксплуатировали. Ну и второй вариант, от чего страдает у нас наймодатель, это от девиантного поведения самих нанимателей. Начиная от слома мебели, неуплаты платежей, оставление квартиры в неудобо-аварийном состоянии после своего пребывания. Ну вот, кстати, с точки зрения российского законодательства, невнесение платежей по договору найма квартиры, оно может быть расценено в том числе и как мошенничество, выйти за рамки так называемых гражданско-правовых отношений. Другое дело, что часто полиция просто не станет в этом разбираться, поскольку вот этому наймодателю нужно будет доказать, что человек у него жил, и предоставить договор. Если такого договора нет, то доказывать что-то будет очень тяжело. Ну, так же, как и нанимателю будет сложно вести какие-то переговоры с полицией в случае неадекватного поведения владельцев этой недвижимости. И вот, что по этому поводу рассказал Антон Ежов. Полиция в таких случаях, говорят, у вас гражданско-правовые отношения, то есть это должен решать суд. Ну, с точки зрения закона, действительно так, потому что если полиция начнет уж в такое вмешиваться, что договор какой-то не выполняется, то это будет превышение должностных полномочий. Поэтому, если договор нормально заключен, и наймодатель взял, сменил замки, воспользовавшись тем, что нанимателя нет в жилом помещении, и у нанимателя есть на руках копия договора, то он сможет потом в суде свои права отстоять, доказать. Главное зафиксировать. Вот вызвать полицию, например, зафиксировать, что его не пускают, что потом это доказательство судей, это можно. Это они как бы группы немедленного реагирования приедут на вызов, и потом рапорт напишут, можно будет в суде это использовать. Но бывают, кстати, случаи, опять же, мне известные, когда даже договор в нормальном виде заключался, а наймодатель, например, проходил в жилое помещение, и такой договор выкрадывал, и у нанимателя на руках ничего не оставалось, и все, доказывать нечего. Каких только историй не происходит с людьми, которые сдают или снимают квартиры в России. Вот, кстати, ты рассказывала, что сняла квартиру буквально за день, а наша коллега Юна потратила на поиск квартиры около полутора месяцев, и вот что она рассказывает о своем опыте. Был вариант с мошенниками, но это было, к счастью, сразу очевидно, потому что было очень выгодное предложение в районе проспекта Мира, практически рядом с центром, и мы встречались там с риэлтором, и такой был разговор после просмотра квартиры, то, что, ну, подумайте, ну, чем быстрее там, тем лучше. И когда мы стали задавать вопросы по поводу того, что, ну, вот вы риэлтор, а кто хозяин квартиры, и есть ли у вас доверенность, там какие-то документы, она стала рассказывать про то, что хозяйка квартиры живет в другой стране. На наш вопрос о том, что, ну, какие гарантии, она сказала, ну, вы можете поверить мне на слово. Вот. И было сразу понятно, что это, конечно, мошенники еще. Была такая история. Человек сказал, что он может приехать, показать квартиру, поскольку он живет за городом. Скиньте 10 тысяч рублей. Вот. Тогда я приеду, не буду жив, я просто так тратить свое время и приезжать. Я сказала, конечно же, нет, и он сразу грубо ответил, бросил трубку. В конечном итоге была квартира, которую мы нашли через СИАН с агентскими. Было все четко, там и с хозяином квартиры, и по документам, и так далее. Но все бы ничего, но у нас там оказалась очень интересная соседка внизу, которая жила. Такая классическая бабуля, которая жалуется и постоянно вызывает милицию. Ну, например, я приходила вечером домой, там 8 вечера я начала пылесосить. Проходит 15 минут, звонок в дверь, стоит милиция. Заходили полицейские и смотрели, а что у нас тут, нет ничего. Было это стабильно раз в месяц, потом они уже приезжали и, понимающие, разводили руками. Тогда уже мы стали разговаривать с хозяином квартиры. Ну, да, он сделал нам там скидку 5 тысяч рублей. Это вот единственное, вот, то, что мы смогли выжить из этой ситуации. То есть ты можешь предусмотреть все на свете, но совершенно невозможно спастись от каких-то неадекватных соседей или соседок сверху, снизу, сбоку, которые будут ходить, вызывать полицию и вообще всячески портить жизнь. Плюс еще очень многое все-таки завязано на личности хозяина. Если он оказывается адекватным, ура, ура, тебе повезло, и он там может тебя как-то понять, защитить и так далее. Если у тебя, в принципе, и хозяин неадекватный, то свои проблемы просто удваиваются. И мне очень жаль, что в России как-то очень плохо или вообще не работает система наема жилья у государства. Ты хотя бы знаешь, что ты платишь, и тебя оттуда не выгонят, потому что кому-то срочно понадобилась эта квартира для других целей. И вот тут для меня стало открытием, что, оказывается, в Москве, по крайней мере, есть такая опция, можно снимать апартаменты у застройщика. Конечно, несколько дороже, потому что, например, вот апартаменты однокомнатные в Москве на Ходынском поле, ну, неплохой район, но не так, чтобы совсем центр. Однокомнатная квартира там стоит 58 тысяч рублей в месяц. При том, что средняя цена, наверное, за однокомнатную квартиру в Москве, ну, 1035. Да, недёшево. Другое дело, что непонятно, может быть, какие-то дополнительные есть ещё плюшки к стоимости этой квартиры. На сайте у них написано «полное техническое обслуживание апартамента за счёт арендодателя». Вот, мне кажется, это довольно серьёзная плюшка, потому что очень часто бывает, что если ты арендуешь квартиру, и у тебя там что-то ломается, или тебе нужно что-то заменить, то случаются разговоры в духе «вы там живёте, вы сами сломали, вот и сами платите за ремонт». Кстати, по словам Дмитрия Щегельского, очень многие вещи можно проговорить с владельцем и включить-таки в договор. И этот договор, кстати, даже не обязательно регистрировать где-то в Минюсте, он может быть составлен в простой письменной форме. И если дело там, не дай бог, дойдёт до суда, до какого-то конфликта, суд это тоже примет. Ну, обязательно имеет смысл, конечно же, прописать, кто платит коммунальные услуги, кто будет жить с нанимателем, описать этих людей. То есть не просто там сын и дочь, а фамилия, имя, отчество, дату рождения прописать. В какой периодичности наниматель имеет право приходить в объект недвижимости, проверять этот объект, и в каких случаях он имеет право прийти в объект, когда там не будет нанимателя. Ну, допустим, аварийная ситуация или вызов в госорганов или соседей. Ну и, кстати, о соседях. Как правило, портрет соседа можно по внешним признакам парадной определить. Вы заходите в парадную и видите, что она грязная, и на каждом этаже окурки. Ну, значит, вы можете представить себе портрет соседей, которые здесь живут. Или квартира, которую вы хотите снять, у неё хорошая входная дверь, металлическая, новая. А у соседней квартиры рядом, ну, видно, что она выбита не один раз и на одном гвоздике держится. Значит, соответственно, и сосед там такой будет жить. И, тем не менее, за такими неприглядными на вид дверями по соседству могут оказаться вполне себе приличные люди или, во всяком случае, такие, которые не доставляют хлопот. Но опять очень многое упирается в адекватность собственника жилья. И в то, как вообще любят говорить в России практически обо всём, в правовую культуру населения. А вот интересно, как это устроено в Великобритании? Там вообще существует какая-то стройная система единой аренды жилья? Ну, ты знаешь, я так понимаю, что существует. Я поговорила со своей подругой Леной, которая уже больше года живёт в Великобритании и снимает квартиру в Бирмингеме. По её рассказам всё достаточно прозрачно. И при этом она, как арендатор, чувствует себя даже чуть более защищённой, чем собственник жилья. И уж тем более более защищённой, чем она чувствовала себя в Москве, снимая жильё. Я просто помню, когда я снимала квартиры в Москве, у меня было ощущение, что я немножко дискриминирована. Несмотря на то, что я плачу деньги за квартиру, ощущение, что они мне её бесплатно дают. А вот здесь такого, конечно, нет. Есть права у тех и других. Если что-то идёт не так, есть рычаги воздействия. Мне иногда кажется, что рычагов воздействия проживающих на собственника даже чуть-чуть больше, чем наоборот. По её словам, в истории со съёмом жилья всегда есть агентство. И через это агентство и происходит вся коммуникация. То есть вот Лена не знает, даже она в глаза не видела собственника жилья, только знает прописанную о нём информацию, имя, фамилию в контракте. Есть специальные сайты, где ты смотришь, выбираешь квартиры. Когда тебе что-то понравилось, ты подаёшь заявку, идёшь на просмотр. А вот если тебя устроила эта квартира и ты хочешь её снимать, то тогда наступает этап проверок. И тебе, как арендатору, предстоит предоставить много информации о себе этому агентству, которое это всё передаст собственнику. И он уже решит, подходишь ты ему или нет. Если владелец тебя готов рассматривать, тогда тебе присылают анкету, так называемый reference check, где ты должен указать, где ты работаешь, сколько ты зарабатываешь. Какие-то, может быть, если у тебя есть, приложите рекомендации предыдущих владельцев твоих съёмных квартир. И самое удивительное тоже для нас было, они не просто, знаешь, там положили эту бумажку, она у них лежит. Они реально проверяют, потому что через какое-то количество дней начальнику моего мужа пришло письмо с определённым списком вопросов про него, в том числе не собираются ли они его в ближайшее время увольнять. Что достаточно нам показалось забавным, если бы он ответил положительно. Они действительно относятся здесь к этому серьёзно, кто ты, что ты. Теоретически российские риэлторы должны работать вот точно так же. Но это большая редкость, потому что всё, что знаю, например, я, о тех риэлторах, которые занимаются историями, связанными с арендой и жилой недвижимости, это, как правило, бессмысленная какая-то прокладка. Человек, который просто берёт свои проценты. Максимум, что он делает, это от своего имени размещает объявления на том же ЦИАНе, например, и принимает звонки от потенциальных арендаторов. Но он их не проверяет и при этом несёт никакой ответственности. Вот что самое обидное. Потому что, насколько я понимаю, в Европе, в Канаде, в Соединённых Штатах Америки часто человек, который непосредственно участвовал при заключении вот этого договора аренды, потом и выступает медиатором в случае возникновения любых конфликтов. Но вот, кстати, не совсем так, по крайней мере, в Великобритании, потому что, по рассказам Лены, после того, как все друг друга устроили и решили заключать договор, те люди, кто снимает квартиру, они обязаны заплатить за месяц, плюс сумму за 15 недель, которая является залогом. И эту сумму хранит у себя третья компания, не агентство недвижимости, не тем более собственника, какая-то третья компания, которая потом, теоретически, при выезде людей из квартиры, вернёт им эту сумму и проверит, всё ли было в порядке. Ну а если что-то сломается, что-то испортится, кто будет это чинить? В этой ситуации выступает агентство в роли посредника во всех вопросах. И вот у Лены, кстати, была очень неприятная история. У них там прорвало трубу, и в комнате образовалась плесень. И они довольно долго пытались решить эту проблему. Мешалась даже мэрия города. Внутри стены ванной прорвало трубу. И всё, что мы должны сделать, мы должны открыть заявку через специальный сайт. Собственно, этим сайтом владеет агентство. Это такой мейнтенантс-тул. И описать нашу проблему. Они эту заявку рассматривают, связываются с сантехником или кто нужен. Этот сантехник приходит, выставляет свою цену. Лендлорд подтверждает эту цену или не подтверждает. И тогда уже сантехник начинает работу. Мы открыли эту заявку. Пару раз у нас был сантехник, чтобы оценить уровень работы, стоимость. Но работы не начались. Через месяц угол в квартире покрылся плесенью и стали расти грибы. Мы писали через день, через два вежливые письма, что ситуация не решается, ситуация становится хуже. В какой-то момент муж написал, что если они в течение трех дней не предпримут никаких активных действий по устранению, поскольку я беременная, мы пойдем к семейному врачу, возьмем справку, что это опасно, и пойдем в мэрию. И тогда мэрия имеет право очень серьезно оштрафовать владельца квартиры за сдачу жилья с ненадлежащим условием. Это подействовало, потому что нам очень быстренько ответили, все-все-все починили. На самом деле, все, что ты можешь сделать в отношении арендодателя, все прописано на сайте мэрии. И очень-очень-очень подробно. Вообще, мне дико сложно представить такую ситуацию в России, когда ты через мэрию будешь пытаться повлиять на собственника жилья. Ты знаешь, я предполагаю, что в России тоже пытаются что-то такое предпринять, но тут все опять и снова упирается в отсутствие договоров. Потому что как тебе доказать свой статус? Это вот тот редкий случай, когда мне бы хотелось вмешательства государства, ну не знаю, муниципалитета вот в эти взаимоотношения. Ну такого необременительного, чтобы это действительно становилось какой-то гарантией для защиты прав как собственников, так и арендаторов. Я с тобой согласна, потому что очень часто, снимая жилье в Москве, или даже не в Москве, а в других городах России, тебе часто говорят, что да вы тут снимаете, вы тут никто, поэтому ты не имеешь права никак участвовать в жизни своего дома, в принятии каких-то решений, не знаю, в подъезде, еще где-то. Ты вроде как бы здесь живешь, а при этом права голоса у тебя нет. В этом смысле мне опять-таки очень жаль, что нет в России такого варианта съема жилья, чтобы снимать у государства, например. Это был подкаст «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова. И я, Наталья Джампаладова. Наш подкаст можно слушать на основных подкастовых платформах. Это Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс.Музыка, Кастбокс, Spotify, YouTube, а также на сайте «Радио Свобода». Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Кстати, а вы что думаете? Нужно ли государству заниматься сдачей в наем жилой недвижимости? Подкасты «Радио Свобода». Редактор субтитров А.Семкин